Привет всем любителям физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск». Не забывайте, что это проект Олимпийского совета Ульяновской области. Ну а в студии я, Михаил Рассашанский. Сегодня мы вспомним, как в Ульяновске прошли первые игры единоборств России и Беларусь. Пробежимся по живописному лесу вместе с любителями и профессионалами кросса. А также посмотрим, как новые технологии помогут сберечь футбольное поле стадиона труд. И сделаем мы все это вместе с нашим гостем, президентом конфедерации единоборств, депутатом Ульяновской городской думы Назиром Шумсудиновым. Здравствуйте, Назир Асхатович! Вы очень активный спортивный общественник в нашем регионе, а недавно стали еще и директором спортивной школы «Борец». Поэтому я вот даже не знаю, поздравлять ли вас с этим или сочувствовать. Для меня это, конечно, почетная, приятная, но дополнительная и незапланированная нагрузка. На самом деле. То есть я пошел на встречу просьбе своего тренера, можно сказать, второго отца, заслуженного тренера России, почетного гражданина города Ульяновска, Владимир Василия Александровича Вразовского. То есть он уверен, что передает свое хозяйство в надежные руки, которые мы вместе, буквально по кирпичику его сами построили, придали ему статус. И оттуда вышли, вы знаете, и Блинов, это победитель первенства Советского Союза и первенства Европы, и ваш покорный слуга. И Безручкин, чемпион мира, тяжелый весь. Это из одного нашего зальчика. Ну что ж, в Ульяновске немало подобных спортивных залов, не очень больших, но очень продуктивных. И самое главное, что их число постоянно увеличивается. Оздоровительный центр Олимпийский Досвяжья Ульяновска зародился в Олимпийском 2014-м. В нем действует три зала. Самый главный из них тот, в котором дети занимаются вольной борьбой. Спортивному уму-разуму их учит Гасан Халилов. Борец в прошлом, директор центра в настоящем. Три года, как бы, цель ставлю. Базовые эти качества развивать у них. Гибкость, ловкость, быстроту, координация и технику вольной борьбы. Полтора десятка мальчишек ходят к Халилову в секцию борьбы. Возрастной разброс при этом большой. От 7-летних первоклассников до 14-летних юношей. Борьба очень отличается тем, что тут можно проходить в ноги. В самбо, например, там нельзя проходить в ноги, там это запрещено. Ну, я хочу быть похожим на чемпионов мира. Минувшее лето для здравительного центра особое. Впервые за 8 лет работы при поддержке Конгресса народов Дагестана Олимпийский выиграл сразу два гранта – областной и городской – на полмиллиона рублей. К ним добавили еще почти столько же, чтобы привести борцовский зал в порядок. На средства гранта мы купили ковры, стены общили. Все, что необходимо для зала. Я думаю, что в таком зале у детей и стимул есть тренироваться, им интересно и привлекательно. А еще на выделенные спонсорами средства купили мальчишкам борцовскую форму. Но самое главное – не сегодня-завтра секция Олимпийского получит статус отделения областной школы по вольной борьбе. Назир Асхатович, единоборцы, игровики и все-все-все-все спортсмены хоть раз в неделю бегают кросс. А вы в свое время любили кросс и какую самую большую дистанцию бегали? Ну, кросс ненавидел, как и по-нашему качаться. Любил очень футбол и бороться. Мог этим заниматься круглосуточно. Самый длинный… Ну, вообще порядок такой был у нас. Трехкилометровый круг, пятикилометровый круг. И кто постарше – 12. Это, наверное, в лагере в спортивном. Да, совершенно верно. Это спортивный лагерь. Ну, и, естественно, это необходимые условия для функционалки нашей команды. А на минувшей неделе Ульямск в очередной раз принялся российскую акцию «Кросс-нация». Давайте и мы побегаем с любителями и профессионалами кросса. Музыка громче, колени выше, ладошки не жалеть. Спортконплекс «Заря» в очередной раз принимает центральный старт областного этапа с российской акцией «Кросс-нация». Ульяновцы бегут вместе со всей страной. «Кросс-нация» действительно… Ну, уж если не сказать, что это наше все, то одно из самых знаменательных событий, в котором мы принимаем посредственное участие, и ждем от него, как правило, и большого количества участников, и присмотрим ребят, которые… Обратим особое внимание. Увидим наших ветеранов. Ну, достойное событие, которое проходит по всей стране. Среди участников львиная доля дошколятые ученики с ученицами младших классов. До рекордов трассы им пока не добежать. Зато проникнутся атмосферой спортивного действия в самый раз. Главное, чтобы родители были рядом. Я приучаю детей к спорту, чтобы они были здоровыми, счастливыми, красивыми. Первый забег акции как раз для самых маленьких. Дистанция около 200 метров. Но этого вполне хватает, чтобы определить сильнейших. И снова не обходится без помощи и поддержки старших. Какие победы имеют значение? Ну, первая победа, да. На «Кросснации» целыми командами. Например, как коллектив Институции гражданской авиации. Это фактически сборная страны, поскольку в ней собраны студенты из разных уголков России. В Ульяновске трассы подготовлены лучше, намного больше людей. И атмосфера посетимее, чем Иваново. Пробежать один, два или три километра предлагают организаторы и участникам акции. Один километровый круг для школьников. Массовость в этом забеге зашкаливает. Не меньше претендентов на дистанции два километра. Правда, здесь в основном бегут не за рекордами. Настроение отличное. Этап я выдержала. И это круто. Становлюсь лучшей версии себя. Главный забег самый длинный, трехкилометровый. Среди участников много действующих спортсменов. Лучшее время у 19-летнего Данила Тукаева из Сурского района. На все про все ему потребовалось меньше 10 минут. Несмотря на беговой объем недельный 110 километров, все равно удалось выиграть неожиданную победу. Особая атмосфера, много болельщиков. Не думал, что будет столько народа. 1200 ульяновцев вышли на главный областной старт кросса наций. Кроме того, забеги состоялись во всех районах Ульяновского региона. По данным Минспорта, в акции приняли участие более 10 тысяч любителей здорового образа жизни. Назир Асхатович, три минувших года вы возглавляли общественный совет при Министерстве спорта Ульяновской области. Время, наверное, подводить итоги, так сказать, собирать камни. Всем ли видам спорта общественники, как вы считаете, уделяли внимание? Общественный совет – это такая площадка консультативная. То есть она дает рекомендации. Но перед этим она делает анализ. Анализ явно показал, что мы наплодили очень много видов спорта, аккредитовали федерации, при этом не рассчитали ресурсы. И мы решили на общественном совете, что нам надо выработать стратегию нашу региональную. Конечно, мы брали за основу федеральную стратегию и обозначить приоритеты. А приоритеты означают сквозное удовлетворение потребностей базового вида спорта во всем. Чтобы можно было в том числе и спрашивать за результат. Общественный совет был и площадкой для решения конфликтов интересов. Во многом бывали такие случаи. Но в целом мы старались быть полезным нашему спорту, родному физкультуре спорта, чтобы мы поступательно развивались, а не погрязли в каких-то непонятных прожектах, которые бы нас развалили в конце концов. На каком месте у общественников модернизация нынешней спортивной инфраструктуры? Мы считаем, что ресурсов на модернизацию мало выделяется. Я бы, откровенно говоря, неприоритетные массовые мероприятия, то есть финансы от них перевел бы, конечно, и на текущий ремонт, и на модернизацию. Я не случайно задал вопрос про модернизацию наших спортивных аренд. Потому что в эти дни на стадионе Трут на футбольном поле происходит нечто особенное. Юрий Ощепков расскажет и, конечно, покажет. На стадионе Трут шьют новый футбольный ковер. 700 километров искусственной нити потребуется, чтобы сделать газон более крепким и долговечным. Спустя пять лет футбольное поле в Ульяновске продолжает работать по программе «Наследие Чемпионата мира по футболу-2018». Прошивка – это федеральная программа, в которой стоимость ее 34 миллиона. Это 95% федерального бюджета, 5% областной бюджет. Плюс здесь еще на 200 тысяч – это сертификация самого футбольного поля. Это требование уже РФС. Компания «Бомарт» – монополист по прошивке полей в России. Новые технологии на своих футбольных аренах уже внедрили. Волгоград, Саранск, Воронеж, Набережные Челны, Ярославль. Многие поля прошиты, есть положительные результаты. Почему бы не попробовать? Попробуем, время покажет. Ну, думаю, будет все хорошо. Машинка по прошивке поля полностью автоматизирована. Идет по направленному лазеру. Круглосуточно работают две бригады по два человека. Скорость, понятное дело, невысокая. Тише черепахи, но за две недели в Ульяновске обещают управиться. Машинка едет по футбольному полю и вбивает искусственные импланты. То есть, своего рода получается гибрид между натуральным и искусственным покрытием. Новый футбольный ковер должен выдержать более серьезные нагрузки, нежели сейчас. Если раньше в неделю разрешалось тренироваться по 8 часов, то теперь нагрузка может быть увеличена до 16-20 часов. Говорят, и травм футболисты получать меньше будут. А может, и результат придет. К примеру, мы прошили набережным Челном в этом году поле. Команда уже сразу идет в лидерах. До этого были аутсайдерами. Вот, пожалуйста, живой пример. Поможет ли новое футбольное поле нашей Волге? Ответ узнаем 1 октября, когда команда Рината Аитова на турге примет армейцев Хабаровска. Назир Раскатович, недавно конфедерация единоборств совместно с Олимпийским советом и Министерством спорта реализовала грандиозный проект первой юношеской игры единоборцев России и Беларуси. Как возникла эта идея? И можно ли поставить знак равенства между ожиданиями и реалиями? Для пилота более чем. То есть удачно. И, в общем-то, и губернатор это отметил, и, в общем, все причастные, и зрители. Я думаю, что мы не слукаем, что все удалось. Девять идей спорта были представлены на играх. Никого не забыли пригласить? Может, кто-то просился, а вы отказали? Насильно, мил, не будешь. Если бы стучали, может быть бы и мы, в общем-то, рассмотрели. Мы вообще же начинали с Олимпийских только единоборств. В итоге у нас есть три продукта хороших. То есть это время первых, когда каждый вид спорта выставляет детей. И у нас там не специфика, а общефизическая такая, когда развитие. Мы проводили несколько этапов, очень интересно. Потом мы начали взаимную интеграцию видов. То есть борцы идут к боксерам, борцы идут к тэквондистам и так вот по кругу. То есть это весьма полезная вещь. Это и релакс, новые навыки, ну и дружба. И апофеоз этой работы – это вот как раз вот эти вот игры. Ну, слушай, а мы давайте вспомним, как Ульянск принял эти грандиозные игры единоборств. Спорткомплекс «Орион» за Волжье Ульяновска принимает матчевую встречу по боксу. Юно-ульяновцы бьются против сверстников из Минска. Международный матч проходит в рамках первых юношеских игр единоборств «Россия-Беларусь. Спортивное братство». Тут у нас задачи как бы больше дружественные все-таки, связи, как бы познакомиться с Ульяновском, познакомиться с товарищами по спорту. Для ребят интересно получить международный опыт, который им поможет в дальнейшем работать. Чтобы лучше познакомиться, организаторы задумали и реализовали совместные тренировки по девяти видам единоборств. Кроме бокса, это такие же олимпийские – карате, дзюдо, тэквондо, борьба вольная и греко-римская, а также пока не олимпийские – самбо, кикбоксинг и кудо. Я вижу, что глаза горят, есть желание. Наша задача – максимально передать свой опыт, чтобы ребята, надеюсь, в самом ближайшем времени смогли его воплотить уже в спортивной жизни. Финальный день игр – матчевые встречи в формате «Стенка на стенку». Их принимает Ледовый дворец «Волгоспорт-арена». На каждой из девяти площадок баталии жаркие-прижаркие. Хорошо! Скинь ноги! Скинь ноги! На таких мероприятиях приятно участвовать. И парни совсем по-другому выступают. Дух, характер. Знаменитый боксер ульяновец Алексей Лезин следит не только за поединками в ринге, но и за тем, как бьются ульяновские самбисты. Среди участников его сын – Кирилл. В состязаниях самбистов убежают белорусы. Хозяева берут убедительный реванш в боксе. На радость Лезину. «Первый раз боксирую с боксером с другой стороны. Это как международная встреча получается. Ну и очень много волновался. Поэтому я буду очень ценить эту медаль. Для меня она очень важна». Кроме победы в самбо, белорусы увозят домой золотые медали в кикбоксинге. Ульяновцы оставляют за собой дзюдо, вольную борьбу, мужское тэквондо и кудо. Лучшие каратисты – из Самары. Лучшие греко-римляне – в Мордовии. А гости из Чувашии побеждают в женском тэквондо. «Я уверен, что это мероприятие, оно полезно и в спортивном, и в патриотическом, и в дружественном, во всех смыслах. Ведь мы делаем большое дело. Мы сближаем наши страны. Нам с ними долго-долго счастливо и дружно жить». Ответ на визит Минск намечен на весну будущего года. Точные даты проведения вторых игр и их программа станут известны позже. Ну что ж, а время нашей программы сегодня подошло к концу. У нас в гостях был реальный мастер спорта международного класса, директор школы «Борец» Назир Шамсудинов. А с вами был реальный спорт «Ульяновск». До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»